История московского метрополитена долгая, интересная и трудная. В 2020 году исполнилось 85 лет с момента открытия его первых станций. Есть мнение, что московское метро сталинского периода похоже на музей. Так ли это? Первые идеи о создании метро в Москве появились еще в XIX веке. В 1875 году инженер Василий Титов предложил проложить подземную железнодорожную линию от Курского вокзала через Лубянскую трубную площади до Марьиной рощи. Однако тогда против строительства метро выступила Русская Православная Церковь. Тем не менее, в 1890-е годы вновь появилось сразу несколько проектов. Авторы проектов брали за образцы метро Лондона и Берлина. Московской городской думой в 1912 году предметно обсуждался проект подземного метрополитена, но он так и не был реализован. События истории нашей страны 1910-1920 годов, а именно Первая мировая война, Российская революция, Гражданская война, НЭП, государственное строительство СССР отодвинули идею создания метро. В годы Гражданской войны городской транспорт в Москве вообще пришел в упадок. Например, к 1920 году в городе из-за экономической разрухи фактически прекратилось даже трамвайное движение. К проекту метро в столице вернулись только в 1930-е годы. В июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о строительстве метрополитена в Москве. Была создана специальная организация «Метрострой» под руководством Павла Ротарта и Константина Финкеля. Уже через 4 года, 15 мая 1935 года, состоялось открытие первых 13 станций московского метро. Среди них Сокольники, Красносельская, Комсомольская, Красные ворота, Кировская, ныне Чистые пруды, Дзержинская, ныне Лубянка, Охотный ряд и другие. В течение 1930-х годов открылись такие станции, как Киевская, Курская, Площадь Революции, Сокол, Аэропорт, Динамо, Белорусская, Маяковская, Площадь Свердлованная и Нетеатральная. Архитектура станций московского метро, построенных в 1930-е и 1950-е годы, относится к стилю сталинский ампир. В отделке активно использовали мрамор, гранит, бронзу. Для декора станций – мозаики и лепнину, колонны и арки, скульптуры и даже детали снесенных архитектурных объектов столицы, как, например, на станции Кропоткинская. Во время Великой Отечественной войны станции московского метро использовались как бомбоубежище. 6 ноября 1941 года на станции Маяковская с докладом о годовщине революции 1917 года выступил Иосиф Сталин. Однако даже в военные годы строились новые станции, например, Автозаводская, Повелецкая, Бауманская. В 1950 году открылись первые станции кольцевой линии московского метро – Курская, Таганская, Повелецкая, Серпуховская, ныне Добрынинская, Калужская, ныне Октябрьская, Парк культуры. Первые станции кольцевой линии также стали архитектурными памятниками города. Однако после издания постановления ЦК КПСС в 1955 году об устранении излишеств в проектировании и строительстве, архитектура станции метро стала скромнее. Например, станции Рижская, Алексеевская или Александровский сад выполнены более сдержанно по сравнению с ранее открытыми станциями. Таким образом, представляется, что можно в полной мере утверждать – станции метро 1930-50-х годов создали тот самый неповторимый и запоминающийся облик московского метро. Именно поэтому мы считаем его одним из самых красивых в мире.